Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала, наши постоянные клиенты, ну и все, кто видит меня впервые. В последнее время стала у меня традиция приглашать на выставку, сегодня я также вас приглашаю на одну из самых интересных для ножевиков, это выставка Клино, которая пройдет в Москве, в парке Сокольники, в павильон 4, с 31 по 3 ноября. Соберутся все ножевики, практически все. Ну, кто не соберется, кто игнорирует выставку Клинок, я все-таки считаю, у них нет предприятий. То, что люди не едут на выставку Клинок и говорят, они не едут из того, что у них много заказов, нет, не правы. Выставка Клинок это та выставка, на которой фирма, если это фирма, обязана участвовать. Не важно с каким результатом, не важно оправдывает она участие, не оправдывает, отбивает она место, не отбивает там торговлей, но представлять она продукцию должна. это как бы имиджевая выставка. Поэтому приходите, стенд наш, как ходите в павильон сразу, чуть правее, мы на старом месте, будут работать наши сотрудники, зададите вопросы, потрогаете, посмотрите, ну, все как обычно. Ну и, конечно, что понравится, купите. Потому что вообще купленная вещь на выставке, она чем хороша? Человек ее сознательно берет, он мне взял руки, понравилось. В общем, жду всех на выступе Клинок, кто, соответственно, не очень далеко живет в Москве. Дальше. Сегодня, пользуясь случаем, хочу презентовать новые финки. Немножко предыстории. Я давно их хотел сделать, но все не было времени. Я сейчас немножко подробно про это расскажу. Значит, вот эти финки, сейчас я их крупным планом покажу и расскажу историю их. Вот у меня есть такая настольная книга господина Мака. Она у меня даже потрепанная. Причем и потрепанная, потому что она в работе постоянно. Причем у меня их две. Они постоянно в цеху. Вот. Так. Давай, наверное, крупным. То есть, вот, финочки с медвежьими головами. значит, значит, ну, вот, допустим, финка. Читаем. Вот. Здесь, значит, написан традиционный кустарный нож военного изготовления. и о том, вот почему здесь глава медведя, да? То же самое здесь у нас. Значит, медведь по финским поверьям является душой и богом леса. Изображение медведя сейчас встречается на ножах бойцов, воевавших в лесах разведчиков и лигерей. я думаю, что это относится, то есть, как бы ножи с медвежьими головами, они у финнов были как обереги, что ли, то есть, это как амулеты, еще плюс ко всему были. то есть, на ноже медвежья голова, она символизировала удачу, что ты поклоняешься богу леса, в данном случае медведю, и с тобой ничего не случится. Я думаю, что в некотором смысле эта традиция верна, наверное, и до сих пор, то есть, и кто-то из-за суеверных побуждений, те же охотники, там, финны, тоже профессиональные, тоже имеют ножи с медвежьими головами. Почему мы их долго не выпускали? Ну, не было у нас резчика, который это хорошо делает. Я сам резать могу, срежу так же один в один, но у меня нет времени на это. Вот. Сейчас вот как бы пришел человек, и мы вот эту серию ножей с медвежьими, кстати, вот тоже с медвежьей головой. То есть, это такой культ. И вот мы, в принципе, в принципе, где-то ее копировали, но я хочу сказать, в данном случае мы не копировали один в один этого медведя, потому что мне вот не нравится этот медведь. Он сделан непрофессионально. Он есть обозначение медведя, то есть как поклонение. Вот этот медведь издавает крупным планом. Он как живой. У него нос, рот, нозы есть, нос, глаза, ушки, шерсть крупным планом. По поводу того сделать себе такой нож в коллекцию или нет, какой-то сделаю такой же. Другое дело, дело в том, что у меня все ножи, которые даже в коллекции, я им периодически что-то делаю. Вот. Они мне не просто тупо лежат. И здесь у меня вот единственный момент, вот поэтому я бывает люблю пометать ножи в лесу, даже свой охотничий нож, который поясной. Блин, для метания он немножко легковат в данном случае вот этот нож. и я боюсь, что если я ошибался, буду попадать вот этой мордой, то есть мне что-нибудь откуда лица. Мне будет жалко. Но хотя, видите, как сделано. Здесь клинок от финки 0,40 взятый. То есть клинок серийный, не штучный. Надо сказать, обыкновенный клинок. Ну, ручка, да, рукоять уже мастера, то есть глава вылезные вручную. крупно. Вот я. Все ушки, все. цена таких ножей порядка 10 тысяч. То есть это, несмотря на резную голову, это полуштучные вещи. И вряд ли они будут у нас в штучных вещах от и до сделаны. Потому что я вам скажу так, человек, который вот эти рукояти хорошо делает, вот этих медведей, он не умеет делать клинки. И поэтому авторской работы у нее по определению не получится. обманывать людей, говоришь авторской работы, и там просить какие-то деньги за это. Это не в моих правилах. Давай еще этого мешка. Посмотри. Да, эти медведи лучше, чем те, которые на оригиналах у финнов. Это вот кап клёна. цвет натуральный. В руке очень удобно. Ну и вот такая финночка, она небольшая. Смысл тот же самый, тот же самый медведь, но она немножко выбивается из вот этих вот. что, да, если мы посмотрим, смотрите, медведь развернут сюда. Да, у этой получается медведь вверх. Но я не думаю, что здесь у мака представлены все варианты этих финок, которые были. То есть, это однозначно финка, финка. То есть, и голова медведя, давай тоже посмотрим, пасть открытая. Вот он, кусается. Еще раз говорю, это ручная резьба, это не лазер. Вот, собственно, что я хотел презентовать. Это реплики, однозначно, да, это ножи с историей. Это не просто финки, а те финки, которые вот, то есть, ну, скажем так, у финнов были ножи с медведями и не было ножей там с тиграми, там, не знаю, там, ну, с драконами, там, еще с чем-то, там, с рвами. У них были ножи с медведями, то есть, есть определенный смысл. медведь, почитаемое животное, соответственно, он на этом ноже. Долго рассказывать не буду, многие мне говорят, что я рассказываю долго, ну, нудно, ребята, как умею. Моя задача донести до вас информацию. кому удобно побыстрее слушать, слушать побыстрее. Мне все равно. Пока я не видел, чтобы кто-то из производителей делал эти вещи, я думаю, скоро начнут. Они просто не заглядывают в такие исторические книги, как каталог Мака, они заглядывают в такой исторический справочник, сайт Русского Булата. Вот они туда в основном заглядывают, смотрят. Если там есть, ну, тогда можно начинать делать. А если нет, то, ну, конечно, посмотреть историю, почитать мы же все же читать надо. Ну, это я так. Вот такие вот, господа, финки. они чуть-чуть разные, если их сравнить. Головы немного разные. Ну, я думаю, с медведем у нас будет вариантов пять финских ножей. Поэтому для людей, кто любит штучные ножи. Ну, в данном случае здесь штучная рукоять, да, скажем, неординарные ножи. Скажем так, для суеверных охотников, туристов, туристов, для коллекционеров, потому что нож имеет историю, может быть, менее яркую, чем финка НКВД, но историю, этот нож исторический. И еще раз говорю, медведь, он здесь не зря, нет балды, здесь вот все описано, почему. В общем, вот как-то так. Не буду дальше вас грузить, приходить на выставку, на клинок, подержите в руках, покрутите, посмотрите, может, для Иши купите, может, купите, как вам нравится. Ну, и подобные ножи уже можно смотреть на наших сайтах. Все доброго, все далее. Редактор субтитров Корректор А.